И самая долгожданная свадьба года британский принц Гарри взял в жены американскую актрису Меган Маркл. На бракосочетание съехали знаменитости со всего мира. Среди них Джордж Клуни, Сэлтон Джон и Опра Винфри. Светлана Чернецкая все видела и нам расскажет. Самый волнительный момент церемонии. Жених впервые видит невесту в свадебном платье. Мама Меган не смогла сдержать слез радости, проплакала почти всю церемонию. К алтарю невестку повел свекор и будущий король, принц Чарльз. Во-первых, я обязан попросить всех присутствующих, кто знает причину, по которой эти двое не могут законно пожениться. Заявите об этом сейчас. Традиционно молодожены обменялись клятвами, но поскольку Меган ярая защитница прав женщин, в своем брачном обете она упустила слова о послушании мужу. Я, Гарри, беру тебя, Меган, в жены, обещаю оберегать тебя с сегодняшнего дня и навсегда. В радости и печали, богатстве и бедности. В здоровье и болезни любить и лелеять, пока смерть не разлучит нас, согласно святому закону Божьему. Гарри тоже решил отступить от королевских традиций. В отличие от брата, принца Уильяма и всех мужчин в семье, заявил, что будет носить свадебное кольцо. Сама Меган решила в этот день надеть простое белое платье. Его создали во французском модном доме Живанши, который сейчас возглавляет британка Клэр Уайт Келлер. А на голове невесты бриллиантовая тиара, которую ей одолжила Ее Величество Королева. Несколько цветов для букет невесты Гарри лично сорвал в саду замка. Оставайся со мной в исполнении госпол хора. Меган американкой привнесла свою культуру в эту традиционную британскую свадьбу. С проповедью также выступил афроамериканский епископ из Соединенных Штатов Майкл Карри. Но, конечно же, преобладали на церемонии британские обычаи. На венчании в Часовне Святого Георга 600 гостей. Среди них Ее Величество Елизавета II, члены королевской семьи, певец Сэр Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, голливудские актеры Джордж Клуни и Идрис Элба, теннисистка Сирена Уильямс и футболист Дэвид Бэкхэм. Также среди приглашенных две бывшие девушки Гарри, актриса Крисида Бонас и школьная любовь Челси Дэви. Первые поцелуи мужа и жены. Сегодня они стали герцогом и герцогиней Сасекскими. И теперь к Меган будут обращаться Ее Королевское Высочество. Ну а после официальной части молодожены сделали почетный круг по городу в карете. На радость десяткам тысяч людей, приехавших в Виндзор. И хотя эта свадьба намного скромнее предыдущих и проходит не в Лондоне, атмосфера здесь абсолютно удивительная. С погодой невероятно повезло, на улицах не протолкнуться. Все хотят хотя бы краешком глаза увидеть новоиспеченных мужа и жену. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Торжества продолжаются и сейчас. Светлана Чернецкая с нами на связи. Светочка, здравствуй. Расскажи о том, что не попало в материал твой. Наталья, как видишь, здесь в Виндзоре люди не спешат расходиться. Но действительно свадьба-то еще продолжается. Чуть позже должен начаться праздничный ужин, который организовывает отец жениха и будущий король принц Чарльз. Это будет прием для самых близких людей, родственников и друзей. Всего 200 человек. Ну а чуть раньше, после обряда венчания молодоженов и 600 гостей, находившихся в часовне, на небольшой фуршет пригласило ее величество королевам. Угощали канапе семи видов и горячими блюдами на выбор ризотто, курица или свинина, на десерт макаруны и крем-брюле, ну и, конечно же, свадебный торт. Еще одну традицию нарушила Меган Маркл. За праздничным обедом она обратилась с речью к гостям. Обычно это прерогатива жениха. Но принц Гарри тоже сказал тост. Камер на торжестве не было, но пару фотографий нам обещают. Ну и во всем государстве люди устраивают вечеринки в честь королевской свадьбы. Это давняя традиция на заднем дворе вместе с друзьями смотреть прямую трансляцию свадьбы и поднимать тосты за новобрачных. Все в нашей стране любят свадьбы, особенно королевские. Это прекрасная возможность встретиться с друзьями, закатить вечеринку. Обычно люди празднуют прямо на улицах. Это одна из немногих возможностей познакомиться с соседями, которых до этого не знал. Это очень позитивное и праздничное событие, ведь это королевская семья. И это определенный момент гордости для британцев. И это все происходит очень элегантно с учетом традиций. Кроме того, по всей стране установили огромные экраны для прямой трансляции свадьбы. И в пабах, и на стадионах. И, конечно же, прямой эфир. Смотрели миллионы зрителей по всему миру. Особое внимание к событию в Соединенных Штатах. Ведь Меган родилась в Лос-Анджелесе. И пускай, когда началось торжество, там было всего 4 часа утра. Многие не спали и следили за происходящим. Ну и также сотни американцев находятся сейчас здесь, в Виндзоре. Люди специально приехали, чтобы приобщиться к празднованию. Наталья? Спасибо, Света. Светлана Чернецкая о свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Спасибо.